Сегодня 23 сентября и я решил снять немного странный ролик. Хочу пройтись по нашей деревне и показать, как она выглядит. Улица, по которой мы постоянно гуляем. Вот это наш двор. Отсюда я начинаю свой путь. О, здесь уже башня, построенная Маргаритой Пизанской. Все-таки гены и архитекторы дают о себе знать. Маргарита тоже начинает что-то строить. Каждый день мы с Машей делаем обход в нашей деревне. Почему нашей? Потому что мы постоянно гуляем, больше никто, кроме нас, этого не делает. У нас два маршрута. Первый называется «По деревне», это когда мы топаем в ту сторону. А второй называется «В поле». Чем этот маршрут нравится мне? Потому что по этому маршруту ты идешь, спокойно о чем-то разговариваешь, никого не встречаешь. Хотя в деревне и так никого нет. Сегодня четверг, и пока еще людей мало. Деревня, можно сказать, пустая. Вот идешь по улице и никого не встретишь. Вот. Ну, в принципе, деревня у нас небольшая. Где-то около 50 домов здесь. И проживает порядка 20 семей постоянно, включая нас. Раньше было больше, каждый год все меньше и меньше. Ну, какие-то старики, которые здесь проживают, умирают. Участки скупают. Дачники. То есть люди, которые сюда приезжают, там что-то ковыряются в огородах своих. Что-то еще там делают, не знаю. В общем, копошатся на участке. Кому хочется побыть на земле на своей, почувствовать себя плантатором. Отсюда классный вид открывается на наш дом, на наш участок. Очень люблю здесь остановиться и полюбоваться красотами. Из трубы у меня идет дымок. Топится печь, потому что погода. Погода очень похожа на ноябрьскую. Хотя деревья еще все с листвой. Только-только начало листва желтеть. Но очень холодно. Было пару дней назад вообще там 3 градуса. Было очень холодно, руки замерзали. Такое чувство, что сентябрь и ноябрь местами поменялись. Сегодня вот, даже не сегодня, а буквально час назад начали какие-то в облаках просветы проявляться. Солнышко выглядывает. Наверное, погода будет меняться. Мы устали уже от такого постоянного дождливого состояния. Вот этой морось. Или как наша Маргарита называет дождь, моросивик. Это путь в лес, путь в поле. А также к нашей беговой дорожке. Там Маша наша бегает. Оттуда тоже прекрасные виды открываются. Тут приятно постоять, полюбоваться красотами. Еще здесь мы проводим соревнования по тюбингу. Каждую зиму мы здесь раскатываем трассу и катаемся. Ну, это не самая большая горка, но она прикольная. На ней можно неплохо на тюбинге погонять. Маргарита у нас любительница. Она каждый год ушатывает один тюбинг. Мы потом покупаем новый. Хотя, наверное, стоит купить несколько камер и починить старые, которые у нас полопались. Сейчас, как я говорил, сентябрь, осень. Уже здесь убрали поля. Правда, не убрали солом. И она гниет, растает. Но мы немножко позаботились о себе и заготовили для того, чтобы достроить свою баню, сделать перегородки. Вот этот вот проем, что у нас там замесить. Деревня наша довольно-таки спокойная, тихая. Живает она в пятницу. Обычно, когда все приезжают, появляется машина возле каждого дома. И, конечно, цивилизация дает о себе знать. Каждый день, летом, слышен вот этот треск, вот этот вот рокот триммеров. Приезжают эти ребята и начинают косить свои газоны. А здесь, в принципе, травы много растет. У каждого и в саду, и перед домом. И каждый день слышен вот этот вот треск. Конечно, напрягает. Хочется тишины, но мы уже немножко привыкли к этому треску. Но, конечно, в моем детстве такого не было. Там все обходились ручной косой. И это было, не знаю, в этом была своя романтика. Хотя мы, когда приехали сюда, и пока еще не могли, у нас не было возможностей строиться. Мы свой участок, а участок у нас большой, 24 сотки. Если еще учитывать склоны, то и даже больше нам приходилось обкашивать. Мы два года, пока начали что-то делать на своем участке, просто его косили. А косили мы не просто там травку какую-то, которая легко косится, а борщевик. А борщевик это довольно-таки серьезная такая вещь, в плане того, что ее и косить тяжело, и она сок имеет с содержанием фитотоксина. Этот фитотоксин вызывает сильнейшие ожоги. Несколько раз получалось страшные неприятные ожоги. Вот, хотя и защиту какую-то, ну, изначально я знал, что это такое, и предусмотрел защиту, но все равно. Там, например, я косил как-то под дождем, и промокала одежда, просачивался этот фитотоксин. Хотя я и мылся потом, но на солнце все равно потом проявлялись ожоги. Ну, теперь я уже более аккуратен, да и столько борщевика у нас нету в нашей деревне, да и в нашем районе сейчас активно травят этот борщевик. Травят МЧС. В этом году мы видели, просто пожарные машины приезжают, и ребята загружают ранцы такие с химией. Ну, и ходят, поливают здесь. Раньше здесь вот везде вот это вот поле, которое сейчас было засеяно, вот его уже второй год засеивают. Здесь раньше просто рос борщевик, здесь ничего не было, то есть его никак не использовали в сельском хозяйстве. Я так понимаю, что поменялся агроном или кто там. В общем, товарищ, который засаживает, следит за площадями, сельхозугодиями, и просто активно начали все свободные земли засеивать. Наверное, ну, тоже как такой элемент борьбы с борщевиком. Деревня наша довольно-таки симпатичная, потому что у нас в деревне такая холмистая местность, прекрасные виды. Я сейчас иду в низине, и я отсюда... Здравствуйте! Вот нас тут уже все знают, со всеми здороваемся. Так вот, холмистая такая местность, и здесь прекрасные виды. Куда ни пойдешь, везде можно встать, найти какую-то точку и любоваться природой, любоваться деревней. Вот, деревня уже стала родной, мы живем здесь 4 года, и практически местные. Хотя деревенские нас особо пока не воспринимают как местные, потому что мы, наверное, для них слишком странные. До сих пор мы являемся непонятными для обычных людей. Вот, ребята у нас тут тоже замутили такой розовый гараж. Прекрасный цвет, мы наслаждаемся такой красотой. Вот, люди тоже, как дачники, приезжают сюда. И вот этот участок активно развивают. Он буквально за 2 года там беседку поставили, построили гараж, что-то облагородили. До этого здесь было уныло. Видимо, выкупили дом. Вот это еще один домик, который в прошлом году ребятки выкупили. Поставили уже теплицу, огород тут. Привезли вот бокс от какой-то, не знаю, от фуры, наверное, какой-то остался. В общем, как бытовку. Ну и тоже каждые выходные приезжают. Тут пристройку сделали, разворотили полдома. Вот там на заднем дворе сделали какую-то подпорную стенку. Ну, в общем, люди, как и мы, тоже копошатся, что-то делают. Вот семейка веселая. Здесь живут Маргаритины, нашей дочки, подружки. Это их участок. Вернее, здесь живут бабушка с дедушкой. Девочки сюда приезжают. Наши Маргариты здесь тусуются возле этого клёна, гаража. Кстати, улица здесь вот у широкая. Вот я сейчас иду по широкой улице на нижней деревне. Так называемой нижней деревне. Это так называют все местные, потому что мы живем повыше. И наша улица, это верхняя деревня. Вот она там, где-то там. Так вот, здесь улица широкая. Здесь и дорога сама широкая. Можно спокойно разъехаться двум машинам. И перед каждым участком, перед забором, вот такая широкая полоса, наверное, метров пять. Вот, и что еще прикольно, кстати, в нашей деревне, что многие участки разделены дорогой. То есть, например, вот как здесь дом с одной стороны, а через дорогу гараж. Или вот, например, баня. Баня через дорогу, это вообще, по-моему, прикол. Уже неоднократно мы видели, как люди там полотенца распаренные идут к себе домой, там, в беседку. Чтобы посидеть там, поесть шашлык или там, выпить, закусить. Это, к сожалению, местная забава. От нее никуда не спрятаться, не скрыться. Вот еще один домик был уже заброшенный. Но его выкупили в этом году и тоже, наверное, будут что-то с ним делать. Каждый год кто-то умирает, старики уходят. И появляются новые люди, молодежь. Кто-то там из родственников, возможно, какие-нибудь там дети, внуки. Но деревня немножко развивается. То есть появляются какие-то новые строения. Вот, в частности, я сейчас подхожу к одному интересному домику. Товарищ его зовут Андрей, построил его за два года. Но уже два года, как никто, здесь не появляется. Только несколько раз его обкашивали. И то я уверен, что просто по просьбе. По разговорам местных, его этот дом в итоге продали другому хозяину. Но я ни разу не видел. Так вот, этот Андрей планировал здесь жить. Прям у него были интересные планы на участок и вообще на жизнь в деревне. Но что-то у него в жизни, видимо, поменялось, раз он продал этот участок и дом. А возможно, он изначально строил этот дом для продажи. Потому что он работал прорабом, как я понял. Но он говорил просто, что типа для себя. Хотя с оптимизмом он был настроен на жизнь. И все делал под себя. Даже прокопал скважину для воды. Кстати, особенность вот этой нижней деревни, то что здесь нету водопровода. На нашей верхней деревне он есть. Там есть, попозже я покажу водонапорную башню. А здесь у многих вот такие вот колодцы. Колодцы, насосы, вон еще колодец. И люди берут воду из колодцев. У всех уже практически стоят там насосы. То есть технику используют вовсю. Тоже один из таких цивильных жилых домиков. Вот еще тоже новострой. Коробка такая из блоков. Блоки, кстати, сейчас, наверное, самый доступный материал. Потому что с древесиной с этого, наверное, года стали серьезные проблемы. Потому что цены просто взлетели вверх. Ну и не только касается древесины. Это, в принципе, на любые строительные материалы. В общем, в тяжелое время мы сейчас живем. И чтобы сейчас строиться, нужно хорошо так зарабатывать и очень постараться, чтобы сэкономить, как-то, не знаю, купить хорошие материалы. Даже, казалось бы, обычное дерево, которое кругом сейчас купить довольно-таки дорого стоит. Вот такие вот аккуратненькие домики, участки, увитые виноградом. Перголы какие-то. У всех растут красивые кусты, цветники. Приятно ходить по деревне и любоваться. Потому что цветы, конечно, создают настроение. Здесь вот внизу немного таких вот участков. Вот здесь часть такая начинается. Дома отходят от дороги, от основной дороги. И уже не посмотришь, не полюбуешься, что там и как там у людей красиво. Вообще я люблю гулять и заглядывать в огороды, в сады других людей. Мне интересно просто вот этот вот микроклимат, так называемый, вот за забором, какой там, ну, какую среду для себя люди создают. И поэтому я очень не люблю, когда ставят вот из... Такие металлические сплошные заборы. И, во-первых, это смотрится как-то ужасно. И вообще к таким людям у меня какое-то предвзятое отношение. Я считаю, что это люди, которые, не знаю, или им есть что скрывать, или, ну, они сами по себе очень опасливые. Не знаю, не доверяют, считаю, или боятся, что их кто-то там ворует, или увидят их личную жизнь. Может быть, какую-то там скрытую, закрытую. Вот это, кстати, яблоня. Не знаю, сколько ей лет, но это очень старая, старинная яблоня. Она каждый год плодоносит, яблоки уже осыпались. Но прикол этой яблони в том, что вот если вот с этого ракурса, как я стою, разделить ее напополам, она цвела половину, ровно, то есть ровно половина по весне была в цветах, а вторая половина была без цветов. Это было очень необычно. Я, к сожалению, не снял этот момент, хотя хотел. Не было с собой камеры. А потом уже и забыл. А вот у нас тут такой домик, очень забавный домик, весь в цветах и в бабочках. То есть у нас люди местные вот еще тянутся к искусству, тянутся к самовыражению вот таким вот образом. Любят яркое, пестрое, вызывающее. Но с другой стороны это создает настроение. Такой домик, смотришь на него и думаешь, о, как весело там людям живется. Или люди, наверное, веселые, светлые. Кстати, тут бабушка какая-то живет. В прошлом году здесь у нас на озере, вот уже я подхожу к озеру, были лебеди. И похоже, что-то там кто-то повредил лебедю, одному из четырех лебедей, крыло. И вот бабуля взяла себе этого лебедя и выхаживала каждый день. Она его приносила сюда, на озеро, чтобы он тут поплавал. На нашем озере водятся уточки, лебеди были. В этом году почему-то лебеди не прилетели. И цапли. Вот они постоянно тут тусуются. Вот еще тоже вдали от дороги, тоже домики такие. Там свой дворик, там дальше еще один домик жилой. Вот, плюс тут такие интересные кустарники. Мы всегда тоже смотрим и планируем, какие же мы у себя кусты посадим. Вот я уже подошел к озеру. Здесь подход есть, кстати, к воде. Сейчас я подойду. Здесь еще был плод. В кустах какие-то птицы трепыхаются. О, я пришел к плоту. Кто-то здесь, видимо, рыбачил, оставил садочек. Вот наше болотце. На самом деле оно не глубокое. Даже отсюда видно, что глубина тут чуть выше колена. Заболоченная. На озере, на нашем, постоянно тусуются рыбаки. По весне, так, рекорд был 9 машин. То есть, приезжало с района, там, даже из Минска ребята приезжали и рыбачили. Здесь, кстати, кто-то, кто-то подъемник свой забыл. По-моему, здесь тусуются дети. Видимо, они оборвали его, не смогли достать. А может быть, кто-то, типа, как сеть поставил, браконьерствует. Хотя, судя по плоту, возможно, кто-то тут из местных браконьерствует вовсю. А может и нет. Надеюсь, что нет. Ну, в общем, на озере у нас здесь водится рыба, окунь, карась, платва, я знаю. Слышал от местных, что запускали амура и щуку. Но я еще никого из этих зверей не ловил. Только мне окунь, платва и карась попадался. Карась, кстати, очень крупный. Тут до килограмма ловили. Такие особи приличные попадались. Ну, я максимум ловил там 300 грамм. Ну, тоже солидно. Кстати, здесь еще бобры. Вот там вот, где заросли, там тусуются еще бобры. Но я бобров уже не видел. Года два назад тусовался один бобер. Прям мне попадался на глаза. А сейчас уже я и не видел. Так, сейчас бы мне по вот этим мосткам аккуратно пройти и не навернуться. Бревна скользкие. Глубина приличная, чтобы я мог... Ух ты! Вот там какой-то зверь прыгнул. То ли лягушка, но похоже, что там крупнее. Возможно, это просто крупная лягушка. Улитки попадаются. В этом году, кстати, было очень много улиток. Постоянно на участке я... Там вот у нас нижний участок. Постоянно идешь и наступаешь. Этот хруст неприятный. Конечно, давить их неприкольно. И еще у нас на огороде тоже их много. Но так как у нас щебень и высокие грядки, это все-таки для них небольшой был барьер. И не так было, как до того момента, пока мы не засыпали это все. Щебнем себя. И не сделали высокие грядки. Вот, кстати, дорога у нас не самая крутая. Так как грунтовка здесь и почвы-то у нас глинистые, суглинистые. Видимо, раньше здесь был песок. То есть песчаная была, но песок уже перемешался с глиной. И грейдеры, которые иногда здесь ходят, они это все растянули, смешали. И получается вот грязь такая. И на машине ездить неприкольно, потому что машина постоянно грязная в такую погоду. А летом, когда очень жарко, тут просто невыносимая пыль. Если бы кто-то едет на такой приличной скорости, ну, да даже не на приличной, на 40 километров едешь, после тебя стоит столб дыма. Вот мы с Машей, как любители погулять, старались избегать контактов с машинами, которые едут быстро. Но хорошо, хоть машины здесь нечастые, гости, потому что людей-то немного. Только вот выходные или вот как местные едут у нас. Мы у них берем молоко. Поздоровались. У них есть коровы. Кстати, прелести деревни в том, что у некоторых еще есть хозяйство. В частности, вот дом на отшибе у нас здесь такой. Вот ребята тут тоже коровы держат. И вот те, которые сейчас поехали на машине, они тоже держат корову. Мы у них берем молоко. И это круто, конечно. Это молоко отличается от магазинного. Я готовил блины на нем. И, в принципе, там добавляем в кофе. Маша любит. Маргарита пьет какао. И это очень сильно меняет вкус напитков. Потому что магазинное молоко, оно нормализированное. Или как его назвать, не знаю точно. В общем, оно отличается от магазина очень сильно. А еще яйца. Мы берем тут яйца. Но я об этом расскажу попозже. Яйца очень крутые, очень вкусные, красивые. Желтые желтки. Даже не желтые, я бы сказал, оранжевые. Также вот блины, когда наше любимое блюдо. На воскресенье чаще всего мы на завтрак готовим блины. И вот молоко деревенское плюс яйца. Получаются такие клевые блины прям оранжевого цвета. Очень круто. Такие блины никогда не получатся из обычного магазинного молока и яиц. Кстати, вот это вот место, основное, наверное, место, где сидят рыбаки. Потому что тут самый приятный доступ к воде. А остальное все заросло, заилилось. Заросло камышом, заилилось и туда, чтобы подойти. И чтобы рыбачить нужны. Или сапоги высокие, или вот как-то надо там аккуратно по досточкам добираться до мостков. Там есть мостки. Вот. Здесь у нас тоже такой кусочек деревни на отшиве. Там вот, где деревья растут, находится местное кладбище. Конечно, кладбище у кого-то участок. Ну, в принципе, его почти не видно. Только что зимой, когда листва нападает. В нашей деревне люди такие, все довольно-таки участливые. Они всегда интересуются, что у тебя происходит. Славоохотливые. Иногда, особенно раньше, все пытались разузнать о нас. Какую-то информацию предлагают там присесть, поговорить. Даже сейчас такие попытки делают. Но мы отмахиваемся, потому что как-то, я не знаю, особо нам не о чем разговаривать. Хотя, я случалось, несколько раз подвозил местных ребят. И было любознательно, любопытно, вернее, узнать какую-то историю нашей деревни. Например, о том, что это была довольно-таки большая, крупная деревня, в которой была своя конюшень, была своя баня. Была ферма, где держали коров. Тут даже был кирпичный завод в деревне нашей. Сейчас от этого только остались разрушенные фундаменты. и просто развалины. Хотя, есть тут одни развалины, довольно-таки живописные. Я туда сейчас не пойду, мне лениво тащиться. Но, в общем, там на холме виднеются развалины живописные. Мы в этих развалинах снимали один наш ролик. Снимали, делали фотографии. Вот, там же наверху находится еще водонапорная башня. Ну, я туда не хожу. Я сейчас делаю круг, круг наш прогулочный. Этот круг мы обычно делаем с Машей. Ну, сегодня мы уже частично его навернули. Сейчас тихо, спокойно, периодически машины ездят. Ну, это, видимо, возвращаются с работы местные товарищи. Тут большинство местных работает или на свиноферме, на ферме и на этом... в колхозе, в общем. Трактористы, доярки и фермеры. Те, кто там за животными... Я не знаю, животноводы, кто за свиньями присматривает. Вот это, кстати, тоже заброшенный... заброшенный магазин, наверное. Хотя, вроде как, раньше это еще и школа была. Когда-то здесь учились. Наша, вот я уже зашел на верхнюю деревню. Наша вотчина. Я бы сказал, что наша улица начинается вот отсюда, от мусорок. Кстати, мусорки появились совсем недавно. Появились, по-моему, уже как два года они здесь стоят. А раньше проблема была с мусором. Местные выбрасывали его на наш участок, так как мы с края были, то есть он был заброшен в лесу, на горке. Есть один такой карьерчик, туда тоже сваливали. То есть захламили здесь окрестности. Леса загадили немножко. Ну, а теперь с этим стало получше, но все равно прецеденты есть. То есть выбрасывают люди мусор в лесу. Я периодически натыкаюсь. Ну, что поделаешь. Такая вот натура. Люди настолько привыкли, что им тяжело как-то перестроиться. Вот домик мужичка, у которого мы берем яйца. Кстати, сильно отличаются яйца от человека, который держит в загоне своих курочек и которые просто гуляют по участку. Когда они гуляют по участку, все-таки разница есть, существенная разница. Животные выбирают то, что им нужно. Там, они, не знаю, клюют какую-то определенную травку, там, что они камушки клюют. Так вот, мы берем мужичка яйца, они оранжевым желтком могут похвастаться. А есть еще возле нас соседка, ее зовут Тамара. У нее яйца немножко другие. То есть тоже желтки. Они, конечно, желтые, но не такие, не оранжевые. И яйца чуть-чуть помельче. Ну, это, наверное, еще и зависит от породы кур. Вот такой вот у нас тут вид с верхней деревни на наше озеро. Здесь живут наши знакомые, очень хорошие люди, Кальвенковские. Они очень тоже увлеченные своим хозяйством, любят там заготавливать. Они нам подкидывают рецепты, в частности, как приготовить яблочный сыр, там, как сделать. Ой, Матильда. Привет, Матильда. Ждет хозяев. Убежал. Не любит внимания. Как сделать там какую-то они нас тушенку из рыбы. Да много делятся, в общем, рецептами, рассказывают какие-то прикольные штуки. Ну, и с ними интересно общаться. Доброжелательные, приятные люди. Ну, вот как живописно у нас. А здесь такой мужичок живет, интересный. Вот он, он так ухаживает за своим участком. Вот, все в зелени, все в цветах. Тут у него розы, там какие-то цветнички. И вот он приезжает, включает музыку у себя. Иногда сидит вот там на скамеечке, слушает музыку и отдыхает, релаксирует забавно. Плюс вот, все у него так покрашено, разукрашено в розовый, там, бирюзовый, желтенький. Ярко любит товарищ. Да здесь многие любят яркое. Привет, охранник хозяйства. Здорово. Вот, верхняя деревня, наша деревня, она немножко поуютней. Как видно, здесь дорога похуже. Кругом ямы, кругом грязь. Улица совсем узкая. Здесь две машины, двум машинам даже будет тяжело разъехаться. Но здесь как-то поприятнее. Здесь есть плюс, что не так ветрено, вот когда, например, ветер. Здесь как-то поуютнее. Здесь у нас тоже есть такой прикол, что вот и растут деревья. классно. На нижней деревне таких деревьев больших нет. Здесь еще несколько осталось. Недавно одно там спилили. Осталось два. Походу это ясени. Самые приятные мои любимые участки, вот без забора, где можно заглянуть, кто, что там, как выращивает. Еще очень люблю я почему-то вот эстетику вот этих старых деревенских домов, заросших мхом крыш, дерево вот неокрашенного, такого состаренного. Есть в этом какая-то жизнь. То есть я бы даже сказал жизнь в плане процесса, то есть длительный процесс вот этого дерева серого, которое за время там выветрилось и это как-то очень атмосферно, очень стильно смотрится. Мне нравится такая эстетика. Хотя вот такие ухоженные, аккуратненькие домики, без стеклопакетов, сейчас практически везде, со старыми рамами, резные наличники, ну в этом есть тоже красота какая-то и атмосферность. Очень стильно смотрятся вот такие старые дома с старыми окнами, без стеклопакетов. Ну и вот такие сады, роскошные сады ухоженные, где куча разных цветов. Ну цветы уже цвели практически все. То есть где-то еще появляются. Вообще это один из самых наверное красивых участков. Здесь постоянно много обильно просто цветет. цветов и много всяких видов. Вот такая вот дорога. По нашей дороге только в сапогах ходить, потому что здесь разъезжено все. Глина, она и в Африке глина зимой. Здесь тоже могут быть проблемы потом с дорогой, потому что бывало такое, что мы застревали здесь. Дважды меня трактор вытаскивал. вот у нас получается участок с огородами с одной стороны и кусочек участка с домом с другой. Это больше свойственно для нашей деревни, для верхней деревни. Здесь практически все дома с одной стороны, а участки с другой. так, у меня заканчивается заряд батареи, я, наверное, не успею уже закончить свою историю, свой поход, но попробую. Осталось 200 метров до дома, что по-быстрому еще покажу. Ну, вот, приятные, конечно, участки, живописная лавочка, такое место с кустарником. Всегда приятно сесть, посмотреть. О, там у людей даже тыквы на заборе висят.